Андрей, ну, во-первых, спасибо, что согласились поучаствовать в сегодняшнем интервью. На самом деле, с вами хочется поговорить на очень большое количество тем. Я постараюсь сегодня сузить нашу беседу до темы вашего образа жизни, здорового образа жизни, потому что это важно, хотя мы беседовали с вами на очень много различных тем, и наша беседа была крайне многоэкранной. Ну, начну с того, что хочу задать вопрос по поводу вашего образа жизни. Я знаю, что он у вас здоровый, я знаю, что вы прекрасно выглядите в свои года, я знаю, что вы не болеете, я знаю, что вы полностью здоровый молодой человек. Скажите, пожалуйста, ваши секреты, скажем так, понаблюдаем ваш образ жизни для того, чтобы самим, наверное, быть такими же энергичными и здоровыми. Главный секрет, наверное, в жизни заключается в том, что научиться слышать себя. Вот оно что, не спорт, не еда. Да, 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 это все вторично, это только то, что нам как бы помогает вот именно это слушать себя. И вот, когда мы слышим себя, наверное, свое истинное, да, состояние внутреннее, не просто, что нам навязано там рекламой, или навязано там чьим-то мнением, или еще кому-то, а именно свою потребность, своей души. Вот, и тогда, когда мы слышим себя, тогда наш организм начинает нам рассказывать, что нам нужно делать для того, чтобы жить счастливо. Ну, а жить счастливо, мы же понимаем, это прежде всего быть здоровым. Да, да. А как вы себя услышали сами? То есть, всегда вот прям с рождения вы себя слышали, или это пришло потом, позже? Позже пришло. Наверное, пришло через понимание больших перегрузок в организме, когда я активно занимался спортом и достигал каких-то высот в своей спортивной карьере. Вы уже были чемпионом. Да, 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 да. Я был чемпионом Украины, призер Союза еще в то время, да, мастер спорта по альпинизму, там, в общем, всякие-всякие регалии были, но это не важно. То есть, тогда я свой организм, мягко говоря, практически насиловал. Спортом. Да. Потому как для того, чтобы вот достичь чего-то, надо было постоянно себя преодолевать. И вот потом я, когда-то я в один момент, я почувствовал, что, в общем-то, я вроде бы функциональный, но здоровья у меня нет. Спорт, большой спорт, он, как правило, всегда разрушает. И вот, пожалуй, с того момента я начал обращать внимание на себя. Наверное, с того момента у меня начались первые шаги к себе. Это было, ну, лет 30, когда мне было. Здорово. Ну вот, мой канал смотрит очень много сыроедов. Вы, наверное, знакомы с сыроедами. Да, 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 да. К счастью, вот, зрители моего канала, они такие фанатичные, как некоторые сыроеды. Есть люди, которые считают, что все болезни, все проблемы вообще в жизни решаются правильной, качественной едой, конкретно сырой, растительной пищей, термической, химически необработанной. Вот, у вас такое же мнение на этот счет? Были ли вы сыроедом? И как вы относитесь вот к питанию? Я, ну, питание, оно тоже все же относительное, да. Есть много систем питания, и, скажем, системы, я их тоже много все попробовал, включая даже сыроедение. Как практика сыроедение – это очень хорошая практика. Но, скажем, как очистительная может быть практика, как практика приведения в состояние, скажем, организма более функциональное. Но жить с этой идеей возможно, безусловно. Но мое понимание, и это даже подтверждает тибетская медицина, она у нас мудрая. Потому как мы видим, что в Тибете люди живут долго. И это позволяет ей доверять. Мы же все через себя пропускаем. Так вот, тибетская, скажем, медицина говорит о том, что в холодном климате заниматься сыроедением – это не очень правильная идея, не очень хорошая. Потому что тогда на переваривание пищи тратится энергия наша, и она тратится из места, из почек, на переваривание сырой пищи. А в почках находится запас энергии, который мы получаем изначально, благодаря нашему отцу и матери. Так вот, или мы тратим на переваривание пищи, или тратим на свое развитие – выбор есть всегда. Так что, глядя на вас, да, то есть вы, пример, живой человек, который не является сыроедом, но прекрасно себя чувствует. Да. Отлично выглядит. Ну, вот давайте так немножко поглубже копнем вот о том, чем вы занимаетесь, для того, чтобы так себя чувствовать. Я знаю, что у вас есть такой прекрасный тренажер в веревочке, если так называть его. Когда-то вы вылечили руку сами себе, которая была у вас повреждена. Вот расскажите об этом подробнее. Как этот тренажер, как эти веревочки смогли вам помочь? Ну, тренажер уникальный, сразу скажу. Потому что я очень много в жизни пробовал всяких практик, практически. Практически началось с того, что я заработал, занимаясь гонболом, дойдя уже до команды мастеров, я заработал привычный вывих плеча. Это вот такая профессиональная болезнь гонболиста, практически может каждый второй проходит через это. И это болезнь, которая лечится очень относительно. То есть путем хирургического вмешательства и так далее, и тому подобное. И при всем при этом гарантий никаких. Ну, может быть, где-то там за очень большие деньги кто-то и дает гарантии. Но все, опять же, повторяю относительно. И с этим привычным вывихом я жил долго. Практически больше, как интересно, наверное, уже больше 40 лет. Обалдеть, 40 лет с этим привычным вывихом. Я не 40, это загнул. То есть, ну, где-то 38-36, так вот. Неважно. И он мне постоянно мешал реализовываться. То есть была очень ограниченная функциональность. Да, безусловно, занимаясь альпинизмом и, скажем, вот, делая восхождение на высокие горы и как бы вот тренируясь на скалах, на скалодромах, мне этот вывих все время мешал. Но я умудрился его как-то проскакивать. Я занимаюсь гимнастикой Анохина. Я его залечил. Каким образом? Не залечил, а буквально просто сделал вокруг него корсет мышечный. То есть это как бы дополнительный костыль. Но, тем не менее, функциональность была ограниченная. Что-то я не мог делать. Ну, например, простое движение, как бросить камень. Я не мог, потому что рука не позволяла это делать. И вот, когда я попробовал тренажер веревочки, то есть ни йоги, ни какие-то эти мне все не помогали в этом вопросе. И только веревочки этот тренажер помог мне восстановить руку абсолютно на все 100%. То есть сейчас я совершенно не ощущаю боли в плече. Более того, я делаю упражнения, о которых я даже и мечтать не мог. И которые я даже не делал до того, как у меня было вывихнуто плечо. Вот так это работают, эти веревочки. Потрясающе. И причем, вы, по-моему, говорили, что за 3 месяца у вас рука прошла. Да, это все восстановилось у меня буквально в период 3-4 месяца. То есть буквально в первый месяц я сразу увидел, как это благотворно воздействует на мою, скажем, на лечение руки, на функциональность руки, насколько она стала живее, насколько я себя сразу лучше почувствовал. И вот в течение 3-4 месяцев практически убрал всю симптоматику болезни. Это невероятно на мой взгляд. Я такого еще не встречала. Вот 38 лет жить с этой проблемой, да, за 3-4 месяца убрать, это просто потрясающе. Да, я сам сначала не верил. Но если бы был не я, наверное, бы я так просто не поверил. И я могу подтвердить, что у нас есть какие-то уже успехи у нас. Хотя вот первые, вторые занятия буквально, но нам уже настолько понравился этот тренажер, что мы готовы продолжать и дальше. Причем я хотела поговорить еще на тему того, как беременны можно заниматься на этом тренажере. Сейчас я нахожусь в положении. И вот у меня было, как вчера, получается, первое занятие. Хочу сказать, что вот эти вот минуты, которыми первое занятие было, они все продолжительные минут 20-25, наверное, и у меня уже все болят мышцы. То есть я такого вообще не встречала. Мне обычно нужно было позаниматься так, ну, хотя бы час, чтобы какие-то мышцы заболели. У меня болят мышцы спины, которые при беременности, в принципе, прокачать достаточно сложно. Вот. И я хотела спросить, вот как беременным этот тренажер тоже может помочь, на ваш взгляд? Этот тренажер помогает практически всем людям без исключения, включая любые хронические болезни. Вопрос просто набора определенного набора упражнений. То есть вообще функция этого тренажера, как он работает. Если во всех остальных практиках, ну, кроме йоги, мы, ну, практики я имею в виду фитнес, там, спорт, все, что связано у нас со спортом, тренажерные залы и прочие, качалки и прочие виды, это связано с преодолением чего-то. То есть мы производим движение через напряжение. То в этом тренажере совершенно другой принцип. Мы производим упражнения через расслабление. И это помогает нам слышать себя. Услышать себя, услышать свое тело. И когда мы это, скажем, делаем, то тело нам само начинает подсказывать, что правильно делать. И вот, зная какой-то определенный набор движений и упражнений, понимая эти принципы, как это все работает, мы можем совершенно успешно применять этот тренажер, практически применить к любому человеку в любом состоянии. Так вот. С удовольствием продолжить дальше заниматься. Посмотрим, до какого месяца это будет. Ну, вот сейчас на моем сроке это прекрасная, на мой взгляд, тренировка. Мне очень интересно узнать про ваш опыт поездки в Тибет. Я вообще знаю, что вы много путешествуете, но именно Тибет как-то на вас отложил такой, то ли отпечаток, то ли как-то вас разбил в каком-то плане. Что это было за поездка и что вы там осознали? Да, поездка в Тибет была очень такой неоднозначной. Ну, по сути, любое путешествие очень сильно влияет на нашу жизнь. И всегда после каждого путешествия любой человек немножко меняется. Вопрос, насколько множко, насколько немножко, это уже выбор самого человека. Но вот сколько я знаю людей, которые были в Тибете, и конкретно туда я ездил с целью пройти кору вокруг Кайласа, понимая о том, уже осознанно, что это очень сильно изменит мою жизнь. И практически это происходит у любого человека. То есть любой человек, который идет, проходит вокруг Кайласа, это очень сильно меняет его жизнь. В какую сторону? Ну, это уже выбор самого человека. Потому как, если человек выбирает негативную сторону, то он туда и попадает. И жизнь у него становится такой тяжелой, скажем так, как в болоте. Если же человек выбирает все-таки путь движения вперед, путь к себе, путь к пониманию каких-то процессов, то вот как раз это очень здорово меняет его жизнь. Потому что он понимает, что все, что было раньше, они уже начинают работать как какие-то привязанности. И здесь у нас тоже есть выбор. Мы можем те привязанности, которые нам помогают двигаться вперед, оставлять. А то, что нам реально мешает жить, как гири на ноге, которые тянут нас и тормозят наше развитие, их можно совершенно легко, как это, отрезать и оставлять. В вашем случае что получилось? Вы оставили все гири там? Нет, не все. У меня это сразу не произошло так быстро, как я сейчас рассказываю. Это происходило в течение какого-то периода времени. И, пожалуй, это даже длилось, вот если говорить о цикле Кайласа, то он самый короткий период, когда у меня начало меняться мышление, это происходило где-то в течение трех месяцев после того, как мы туда сходили. И, пожалуй, вот с того момента это было, начиная с 2007 года и по нынешний период, как бы я вижу, как жизнь постоянно меняется. Вот этот вот духовный рост, вообще очень развитый духовно, начался именно оттуда? Нет, он начался значительно раньше. Он начался, пожалуй, с того момента, когда я вообще начал задумываться о том, зачем, для чего, извечный вопрос. Зачем мы здесь? Для чего мы здесь? В чем наше предназначение? Зачем человек приходит сюда, в эту жизнь? И, пожалуй, вот когда я начал задаваться этим вопросом, я начал искать ответы на них. Ну, естественно, когда ты задаешь вопросы, обязательно тебе приходят ответы, причем мгновенно, вопрос только слышим мы или не слышим. Если не слышим, нам более конкретные ответы задаются, вернее, ответы даются. Если уж мы совсем не слышим, тогда нам еще конкретные ответы даются. И все это происходит иногда даже не в благоприятной форме, не в той форме, которая нам нравится. Ну, здесь уже, опять же, зависит от нашего понимания, от наших тонких ощущений. Просто надо начать задавать вопросы. Совершенно верно. То есть, самое первое, это начать задавать вопросы, и второе, это начинать себя слышать. И вот, пожалуй, веревочки, это как один из самых быстродейственных в моем понимании способов услышать, возможности услышать самого себя, свое тело. Я знаю, в вашей биографии еще была такая интересная ситуация, когда вы занимались бизнесом, у вас были миллионы, но в один прекрасный момент все закончилось, пришел кто-то, кто забрал эти миллионы. И вы всегда говорите о том, что вы очень благодарны этой ситуации. Почему? Вот тот стиль жизни, которым вы сейчас живете, он намного лучше, чем... Да, безусловно. Потому что, и вот, сейчас более свободный стиль, но вернемся к вопросу. Здесь, в этом вопросе, по сути, заложенный ответ на вопрос. Вот слово «забрал», я это называю словом «не забрал, а освободил». То есть, когда забирают у нас, нам всегда жалко. Мы плачем, мы страдаем и так далее, и тому подобное. Когда нас освобождают, мы расслабляемся. Наконец-то мы можем стать свободней. И вот здесь как раз ответ на эти вопросы. Понятно, что на начальном этапе, когда это случилось, у меня тоже было ощущение, что меня забрали, у меня все. Все, бизнеса нет, как жить дальше, не знаю. Когда пришло понимание, что меня освободили для того, чтобы дать возможность развиваться именно так, как я хочу, вот тогда начало все как бы налаживаться. Постепенно я пришел именно к этому образу жизни, каким живу сейчас, который меня очень здорово радует и вдохновляет. А почему именно здесь, на Бали? Почему не другие места? Почему не у себя дома? Опять возвращаемся к тому, что мы в какой-то момент начинаем слушать свой организм. Ну, организм это же не только физическое тело, да? Это еще и ум, который живет, и энергия. И как бы тело только играет, как посредник у нас является между там духовным нашим, сущностью духовной и, скажем, вот, энергия. Так вот, когда слышишь себя и видишь знаки, вначале у меня была идея поехать в Тибет в прошлом году. Ну, были благоприятные условия, все складывалось отлично, хорошо. Но не получилась поездка. И я понимаю, что, ну, не получилось, значит, рано мне было еще туда ехать. Либо какие-то другие задачи у меня были. Потом появилась следующая идея поехать в Индию на Гаа. И тоже не получилось. И вот как только проявилась идея поехать на Бали, это реализовалось мгновенно. То есть в течение месяца появились откуда-то деньги. Я купил билет. И вот теперь я здесь. Вот так вот это происходит. Потрясающе. Теперь вы здесь радуете нас вашим духовным разбитием, веревочками. И просто потрясающе, что мы с вами познакомимся на самом деле. Таких идей очень мало. Еще вот такой интересный вопрос, который мы также обсуждали. Хотела бы поглубже его затронуть по поводу боли в нашей жизни. Мы говорили о том, что у нас с детства учат жить через боль. Сесть на шпагат через боль. В школе сделать уроки, выполнить то, что не хочешь через боль. И человек к этому привыкает и в взрослой жизни. Но я знаю, что у вас есть другая практика жизни, скажем так, без боли, когда вы живете, наслаждаясь жизнью. Как это возможно? Многие сейчас не понимают просто. Ну, это происходит потому, что... Жизнь через боль, я имею в виду. Потому что у нас существуют определенные стереотипы. И обществу выгодно в нас закладывать эти стереотипы, которые в нас закладываются практически везде. Начиная с момента рекламы, которая все время, включая каких-то продвинутых гуру в инфобизнесе, которые там или везде где-то говорят преодолей себя, заставь себя. Как это? Изнасилуй себя, скрути себя. И вот здесь возникает как бы вопрос, а зачем? А для чего? Где-то у вас потом может быть какое-то светлое будущее. И вот как раз, вот здесь опять же следующий вопрос возникает. Что значит светлое будущее? Это как нам в каких-то традиционных, в традициях религиозных обещают, живи здесь так, а там в раю у вас что-то будет. Но есть определенная категория граждан, которыми я тоже отношусь, которая, практикуя духовные практики, понимает, что вот эта жизнь и есть тот плод, к которому люди стремятся вот где-то там, куда-то туда. И для того, чтобы, скажем, жить счастливо, идти по дороге на пути, счастье по пути, поэтому не обязательно напрягаться. Все это можно достичь через расслабление. Потому что есть идея такая, что любое наше напряжение создает еще больше напряжения на внешнем плане. То есть мир нам зеркалит, наше состояние. Когда мы расслаблены, и мир расслаблен, и нам легче достигать того, чего мы хотим. Вот такая простая концепция. И она работает. Да, просто по себе ты уже замечаешь, что когда ты думаешь о том, чтобы сделать там очень хорошо какое-то дело определенное, то всегда получается наоборот. То есть нужно просто расслабиться, и все придет, что необходимо. Да, совершенно верно. Так и происходит. Вопрос, насколько мы можем это дело делать, насколько мы можем расслабляться. То есть как только это у нас получается, и вот это как раз уровень наших ощущений внутренних. Сначала мы на веревочках, на физическом плане это пробуем. К нам приходят эти ощущения, понимание этих вещей. И потом это все мы интегрируем в жизнь. И сразу жизнь становится совершенно другой. Я бы даже сказал более успешной. Потому что что значит успешность в этой жизни? Это когда человек реализует то, что он хочет. Он хочет жить так, как он хочет. И у него это получается. И это есть успешный человек. А скажем, зарабатывание миллионов непонятно для какого-то будущего рая. Пожалуй, это сценарий другой жизни. Все понятно. Ну вот я сейчас просто так анализирую, что после общения с вами в том числе, что сыроедение как-то было мне немножко навязано сверху кем-то. Вот правила какие-то, ты избавишься от этого. И вот я, наверное, тоже год по-сроедила. Хотя, к счастью, я себя послушала, осознала через год, что это все-таки не мое. Но это было очень много причин. Я бы хотела, чтобы вы дали несколько рекомендаций тем, кто фанатично так следует за сыроедением, считая, что это единственный способ жить по душе, скажем так, без болезней и здоровым образом жизни, скажем так. Что бы вы посоветовали таким людям? Я бы хотел, прежде всего, предложить людям услышать себя. Потому что это, пожалуй, самый верный шаг к пониманию того, насколько нужны практики. То есть, если мы чувствуем где-то какое-то недовольство собой, или нам нужно себя преодолевать в каких-то вопросах, то, пожалуй, это практика относительная. И вот здесь, когда вы начнете слышать себя, вам организм сам подскажет принцип и режим питания. Мой организм выбрал раздельное питание. И мне это очень нравится. Я себя чувствую достаточно комфортно и получаю именно то, что мне нравится. Потому как сыроедение я тоже пробовал. И я его приветствую. Но только как очистительную практику. Не более того. Жить в нем, ну, мне кажется, напряженно. Если это напрягает, зачем это делать? Мы только что говорили о принципах как бы расслабленности. То есть, и вот найти путь, который позволит вам не напрягаться, а получать именно то, что вы хотите. Вот, пожалуй, все. Все просто. Да, все просто. Ну, я желаю нашим зрителям, читателям обязательно доехать до Бали, позаниматься на веревочках. А если не на Бали, то вообще просто позаниматься этими практиками. Потому что это то, что улучшит всяких йог и многих видов спорта. Вот, Андрей, вам спасибо огромное за это интервью. Мы получаем и получали, и получать будем еще очень много от вас очень важных сакральных знаний, духовных знаний, которые, наверное, которыми виседро делитесь и которые, ну, наверное, непросто получить вот так вот обычному человеку, который живет в этом нашем социуме, в обычном. Спасибо и вам за то, что вы позволяете проявляться мне. Так что вот идет взаимовыгодный обмен. Спасибо вам большое. Да, спасибо. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.